Азербайджан и Армения Армения соблюдают договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Как сообщает ТАСС, об этом говорится в сообщении Кенштаба Вооруженных сил Российской Федерации. В сообщении отмечается, что в выполнении миротворческих задач в Карабахе будут использованы армейская авиация и комплексы БФЛА. Почти все направленные в зону Нагорно-Карабахского конфликта российские миротворцы имеют сирийский опыт, говорится в сообщении. Служба национальной безопасности Армении задержала председателя оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гайки Кацарукяна, передает канал «Тринадцать» со ссылкой на ТАСС. Отметим, что выступая в эфире телеканала «Иркер Медиа», глава партии Гайки Кацарукян заявил, что день подписания трештороннего заявления является одним из самых позорных дней в истории Армении. «Это один из самых позорных дней в нашей истории. За 30 лет столько пролитой крови. Можно подписать и передать, не сообщив об этом и ни с кем не обсудив это. Все мы помним, что два года назад говорили, что любой вопрос нужно обсуждать на площади. Никто не даст ни сантиметра земли. Война началась 27 сентября, и можно было остановить войну 28 и 29 сентября. У Пашиняна было письмо, которое он мог бы подписать. Надо было ждать, пока отдадут Шушу, и потом прийти и подписать, с кем было согласовано заявление. Мы трижды просили провести заседание Совета безопасности. Дальнейшие шаги ответа не было, и сегодня они не хотят отвечать», – отметил Циркян в своем выступлении. Азербайджан добился от Армении согласия на выполнение большинства требований, чего Баку добивался на протяжении десятилетий в ходе переговоров по урегулированию конфликтов округ Нагорного Карабаха. Об этом, как передает канал 13, говорится в статье, опубликованной в Американской Нью-Йорк Таймс. Автор материала, журналист Эндрю Крамер, пишет, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, потерпев поражение на поле боя, подписал соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, согласившись вернуть Азербайджану большинство территорий и подчинившись другим требованиям. Соглашение положило в конец почти 30-летней армянской оккупации региона. И сейчас Нагорно-Карабахский регион Азербайджана населен в основном этническими армянами, но является международно признанной территорией Азербайджана. И теперь вынужденные переселенцы, потерявшие свои дома в Карабахской войне, закончившиеся в 1994 году, смогут вернуться на родину. Сепаратистский режим в Карабахе более 25 лет контролировал и 7 оккупированных районов Азербайджана, а расположенных вокруг Нагорного Карабаха. Теперь это мрачные безлюдные территории с заброшенными деревнями, разрушенными домами. Армения игнорировала резолюции ООН, призывающих к возвращению жителей. Страна упорно отказывалась от урегулирования, позволяющего им вернуться домой. Подписанное соглашение обеспечивает Азербайджан многое из того, чего страна добивалась в течение многих лет в ходе переговоров, отмечает автор Американской газеты. В Ельване толпа разгромила офис Фонда Открытого общества Фонда Сороса, сообщает Интерфакс со ссылкой на армянские СМИ. На кадрах, опубликованных в сети, видно, как участники разгрома сломали двери офиса. Отметим, что эту новость прокомментировал в своем телеграм-канале и российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Караченко. «Почему разгромили? Искали Пашиняна? Или за неэффективную поддержку в войне?» – написал он. «Премьер-министр Пашинян принял это решение по моему предложению, а также с учетом результатов всевосторонней оценки ситуации. Это решение было крайне необходимостью. Как передает канал «Альтернации» со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава Генштаба Армении Оник Гаспарян. «Отказ от этого решения мог привести к необратимым последствиям. Это нужно однозначно принять и понять. Я считаю это решение правильным, независимо от каких бы то ни было спекуляций». «Это очень горькая правда для нас, но это было результатом объективной оценки», сказал начальник Генштаба Армении.